Рвотный рефлекс 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 И вот вы видите ее фотографию. Прямо скажем, что это не образец для подражания. Как часто вы сейчас искусственно вызываете рвоту? Нет, ну не часто, конечно. Я все-таки ограничиваюсь тем, чтобы питаться овощами и фруктами. Все-таки наступают иногда моменты праздник живота. Дело в том, что пользоваться в таких случаях рвотным рефлексом не очень разумно. Во-первых, это естественно. Вызывает уже отдаленные последствия. То есть уже нарушается моторика желудочно-кишечного тракта. Секреторная активность нарушается. Это во-первых. Во-вторых, если у человека, например, есть какая-то малейшая предрасположенность. У человека есть начальная форма язвенной болезни желудка. Это может привести в том числе и к летальному исходу. Сейчас вы, может быть, этого не замечаете. Но всему есть определенный предел. Поэтому вместо того, чтобы заниматься стимуляцией корней языка и вызывать у себя рвоту после еды. Но сделайте уж небольшое усилие и дойдите до спортивного зала. Дойдите до бассейна. Потратьте ту энергию, которую вы получили с пищей, на полезное для здоровья дело. Спасибо. Тут феномен заключается в том, что, когда, Ирина, включается вот эта лампочка, вот эта лампочка, очень трудно найти дорогу назад, я так понимаю. Да. И нужно лечиться. И тогда вам придется тратить и время, и деньги, и силы на восстановление. Поэтому не вызывайте рвоту искусственную. Больше не буду. Хорошо. Присаживайтесь. Есть другая крайность, Сергей. Некоторые люди, наоборот, сдерживают рвоту. Правильно ли это? Нет, это, конечно, неправильно. Сдерживать рвоту, в случае, если она возникает спонтанно, конечно, нельзя. Если она возникает, значит, организм пытается избавиться. Избавиться от токсических веществ, пытается избавиться, например, от избытка жидкости. Ну, например, при стрясении мозга достаточно часто возникает такая ситуация. В таком случае сдерживать рвоту, конечно, нельзя. Но необходимо понимать, что лучше не доводить себя до такого состояния, когда начнет тошнит, когда начнется рвота. Кстати, если вы отравились алкоголем, надо соблюдать очень простое правило. Лучше избавиться от алкоголя, то есть лучше вызвать рвоту до того момента, когда вы отойдете ко сну. И сейчас я объясню, почему. Но для этого мне понадобится доброволец. Есть у нас доброволец, который иногда злоупотребляет. Вот он. Не, я не верю, что это правда. Неужели вы злоупотребляете алкоголь? Нет, конечно. Не пьете? Нет. Или пьете? Нет, не пью. Вообще не пьете? Нет. Вообще человек не пьет. Молодец. Давайте поаплодируем. А зачем же вышли к нам? Ну, убывало, пару раз отравился. Пару раз отравился. Да. И вас тошнило во сне? Нет, не во сне, но после еды. После еды. Ну что же. Что происходит? При отравлении алкоголем организм рано или поздно может попытаться от этого токсического вещества избавиться сам с помощью рвоты. И представьте себе, что человек в это время спит. Спит на спине вот так. И у него начинается рвота. В некоторых случаях это приводит к тому, что люди пьяные захлебываются. Открываем ротик. Захлебываются рвотными массами собственными. И умирают. Если вы какого-то человека укладываете, у него рвоты нет, он не может самостоятельно очистить желудок, обязательно необходимо такого человека пьяного укладывать на бок. Для того, чтобы, если уж у него начнется рвота, чтобы она его дыхательные пути не перекрыла. Это очень важно, потому что, к сожалению, у нас в стране достаточно часто пьют, достаточно часто пьют много. К сожалению. Да. И после этого ложатся люди спать. И к несчастью, это может привести не просто к каким-то неприятным последствиям по утру, да, это может привести просто к смерти человека во сне. Нужно об этом помнить. Спасибо вам большое. Присаживайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Предлагаю обратиться к нашему эксперту, задать ему еще пару вопросов. У нас в студии Татьяна Юрьевна Романенко, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Татьяна Юрьевна, о каких заболеваниях еще может сигнализировать рвота? На самом деле рвота – это всегда грозный признак того, что в организме случился какой-то сбой. И это может быть ранним симптомом многих заболеваний. Поэтому тут вот вначале была фраза «Отравился чем-нибудь и возникла рвота». Вроде это такой вот, ну, пустяк. Можно не обращать на него внимания, не обращаться к доктору. Любая возникшая рвота – это повод обратиться к врачу, даже если это случилось один раз. Потому что рвота может быть признаком заболеваний, как желудочно-кишечного тракта. Каких? Язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Проблем, связанных с печенью и с поджелудочной железой. Проблем, связанных с нарушением моторики желчевыводящих путей. С органическими заболеваниями, которые проявляются тем, что нарушена проходимость пищи по пищеварительному тракту. Это проблемы пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Но рвота – это не всегда проблемы, связанные с отравлением или с болезнями желудочно-кишечного тракта. Рвота может быть грозным признаком того, что есть проблемы, связанные с центральной нервной системой. Какие? Рвота может появиться, если есть воспалительные заболевания мозга. Рвота может появиться, если, вот как сказали, случилась травма головного мозга, сотрясение головного мозга, повысилось внутричерепное давление. Рвота может быть признаком того, что в организме происходят какие-то гормональные нарушения. Некомпенсированный сахарный диабет, болезни надпочечников, утренняя рвота беременных – это тоже признак того, что в организме происходят какие-то гормональные изменения. А рвота часто сопровождает инфекции. Инфекции какие? Вирусные инфекции, которые протекают с повышением температуры тела. Это тоже ответная реакция центральной нервной системы на вот эту гипертермию, повышенную температуру. То есть еще раз хочу сказать, любая рвота – это повод обратиться к врачу. Это может быть ранним симптомом очень многих болезней. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Мьюрина. Вам прежде всего делать выводы. Вызывать ли рвоту искусственно или не вызывать. Но прислушаться к тому, что говорят врачи, нужно. Это была рубрика «История болезни». Спасибо.